Всем привет! Вы на канале Мария Шагает по Москве, а сегодня будем говорить на тему, нужна ли в Москве временная регистрация? И на что она влияет? И на что она может не повлиять? В общем, ни для кого не секрет, что сейчас такие условия в любом городе Российской Федерации, это не только в Москве. Если ты находишься более 90 дней, ты должен зарегистрироваться, получить временную регистрацию. Ну, вы прекрасно понимаете, что можно провести 90 дней, купить билетик в Подмосковье там за 40-50 рублей, скататься туда, вернуться обратно и опять 90 дней пошли. Но я помню времена, мы еще тогда не жили в Москве и регистрацию проверяли просто бешено. Мы пошли вечером гулять, мы приехали к друзьям в Москву и нам сказали, носите обязательно билеты, что вы такого-то числа приехали, такого-то уезжаете, и это как вроде типа вместо регистрации. Ну, естественно, мы забыли билеты, пошли гулять по ночной в Москве. Нас останавливает милиция. Да, тогда была милиция. Останавливает милиция, забирает в участок, потому что билетов нет, мы не можем доказать, что мы здесь в Москве столько-то дней такого числа уезжаем. Садится такой милиционер и говорит, вы находитесь в коммерческом милицейском участке. Ну, то есть все понятно, да, он захотел с нас денег. Ну, ночь провести в клетке там в обезьяннике нам очень не хотелось. Мы, естественно, ему заплатили. Сейчас я такую ситуацию представить себе не могу. По крайней мере, с гражданами Российской Федерации, то есть с гражданами. В общем, с людьми, которые имеют право жить в России, да, я такого представить не могу. Наверное, там проверяют понаприехавших из других государств людей и имеют на это право, потому что и преступность исходит очень часто от них, кого-то ищут, в общем, проверяют. Не хочу никого обидеть, но, тем не менее, вижу, часто останавливают и проверяют регистрацию. Значит, мы тогда так были возмущены. Я заплатила деньги, вышла из этого коммерческого милицейского пункта и поняла, что если еще сейчас какой-нибудь коммерческий пункт меня остановит, я буду просто рвать и метать. В общем, вот такая история была связана с регистрацией. Ну, скажу так, на сегодняшний день регистрация временная, если у вас постоянная, там, в Воронеже, я не знаю, в Омске, в Томске, временная регистрация московская ни на что практически не влияет. Сейчас объясню. Первые годы мы жили без регистрации, без какой-либо. Ну, были шансы, что можно было ее там купить, продавали за 500 рублей эти справки якобы, кто-то там зарегистрирован где-то. Я такой ерундой не увлекалась. Значит, чего люди часто боятся? Я приеду в Москву, у меня нет регистрации, как я буду работать, как я буду там лечиться, как я буду учиться. Основные, в общем-то, такие вещи, важные для людей. Итак, первое – школа. Мы приехали, наша дочь пошла в школу. Во-первых, я уже делала акценты в разных видео на эту тему. Любой гражданин Российской Федерации, который ребенок, в общем, до 18 лет, имеет право получать бесплатное образование школьное по факту своего нахождения в том или в другом городе. Для того, чтобы учиться в школе, не нужна ни регистрация, ни прописка, ничего. Мой муж пришел в школу к директору школы, лежащей на тот момент, сказал, «Здравствуйте, мы здесь работаем, мы будем у вас учиться». Директор сказала, «Боже, столько детей у меня, еще и вы пришли». На что мой супруг сказал, «Вы должны, вы обязаны нас взять». И нас взяли без проблем в эту школу. Потому что, кстати, на тот момент надо было подтверждение с той школы, куда мы идем, я вот сейчас не знаю как, да, отправить в ту школу, из которой мы забираем документы. Иначе бы нам документы, наверное, не отдали. Нам быстренько дали подтверждение, мы его переправили в свой город и забрали документы. Это ребенок 1 сентября благополучно пошел в близлежащую школу. То же самое и с дополнительным образованием. Через буквально два месяца мы пошли в художественную школу, поступили и спокойно учились. Потому что это все государственные учреждения, и они обязаны взять, принять ребенка. То есть в этом проблем быть не должно, знайте, закон на вашей стороне. Второе – это работа. Да, бывают такие структуры, бывают такие работодатели вредные, которые требовать могут от вас эту регистрацию временную. Но, по сути, они не имеют на это права. То есть на работу вас должны взять без регистрации абсолютно спокойно, потому что это не влияет ни на что на самом деле. Я скажу, что в этот момент без регистрации я устроилась на работу и работала в государственном бюджетном учреждении, в школе преподавала мастерство актеров. Так что тут тоже проблем нет. Если работодатель вам отказывает, ну, как минимум он не прав. Ну, и я думаю, сейчас вообще к этому относятся гораздо проще, чем даже 15 лет назад, когда мы приехали в Москву. Ну, и медицина. Конечно же, люди думают, что я буду делать, как я буду лечиться. Москва – дорогой город, здесь все платно. Нет, друзья, я делала на тему медицины видео. И еще раз здесь скажу, у вас есть полис медицинского страхования, если вы гражданин Российской Федерации. Все, по этому полису вы прикрепляетесь к поликлинике по месту фактического вашего пребывания. Должна сказать, что может поликлиника тоже сказать, ой, у нас столько людей, мы вас не можем взять, у нас перенасыщение народу. Тогда вы идете в свою контору, которая выдавала вам страховку, ну, то есть филиалы ее по всей стране, и говорите, вау, решите мне эту проблему. Я имею право на прикрепление к поликлинике в любой части нашей большой родины. И эта проблема, как видите, тоже не проблема. Ну, а уж про экстренную помощь я вообще молчу, да. Скорая приезжает без проблем, и если вы, не дай бог, будете внуждаться в госпитализации, то, конечно, без проблем вас отправят, положат в больницу, спасут, и все это, даже вообще не думайте на эту тему. Следующий момент – это документы. Ну, должна сказать, что документы любые вы можете получить, находясь в любом уголке нашей страны, делая запросы. Просто на это уйдет чуть больше времени, вот и все. Ну, например, вы делаете за гранд-паспорт, да, человеку, который зарегистрирован здесь, он будет делаться месяц. Ну, я, к примеру, говорю сейчас. А человеку, у которого нет регистрации, да, но есть постоянное там в Воронеже, в Омске, в Томске, я не знаю где, да, он будет делаться 2-3 месяца именно потому, что эти документы пойдут по месту фактической его регистрации, вот так скажем, вернуться обратно. В общем, на это просто надо больше времени. Любые справки вы получать будете, права вы также все получите, то есть если вам надо, да, допустим, вы захотели выучиться на машину. В общем, без этой регистрации, в принципе, в Москве можно легко, нормально жить. Не спорю, когда есть регистрация, она зачастую облегчает жизнь, да, там вас уже в эту поликлинику возьмут по-любому, если у вас есть регистрация, да. Но, по большому счету, опять же говорю, мы в Москве жили несколько лет без регистрации и все наши проблемы и вопросы решались легко и просто потому, что мы граждане Российской Федерации. Ребят, обязательно поставьте лайки, дизлайки, задавайте вопросы под этим видео, делитесь своим опытом. Если вы живете в Москве, как часто у вас спрашивают регистрацию, конечно же подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok